Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления простого, но тем не менее вкусного салата из кальмаров. Кальмар у меня замороженный был. Я купила 650 грамм пакетик. Там было 5 тушек молодых кальмаров. Кальмар уже был без кожицы, поэтому я вам тоже рекомендую, если будете покупать замороженный, лучше берите сразу без кожицы. Так быстрее намного и проще, удобнее готовить. Вот, и сейчас я вам расскажу, что же нам понадобится для приготовления этого салата. Во-первых, нам понадобится 4 яйца. Как вы уже видите, я их отварила, почистила и порезала кубиками. Также нам понадобится кальмар. У меня здесь 5 маленьких тушек. Я порезала соломкой. Кальмар я варила в кипящей воде 5 минут. Дольше варить не надо, потому что иначе кальмар будет слишком жесткий и салат не получится таким нежным. Когда кальмар отварится, я откинула на дуршлаг и промыла холодной водой. Затем вытащила хрящики и нарезала соломкой. Также нам понадобится лук. Я взяла на такое количество ингредиентов две большие луковицы. Порезала полукольцами, затем еще пополам, то есть такими четвертинками. И обжарила до золотистого цвета. Лук у меня уже остужается. Если вы хотите приготовить теплый салат, что сейчас зимой актуально, то вы можете не остужать лук. Но я предпочитаю все-таки салаты кушать непосредственно в таком виде, в котором они должны быть, то есть в холодном. Поэтому лук у меня остужается. Ингредиенты я уже подготовила. И также нам еще понадобится зеленый горошек. Я сегодня буду готовить с горошком бандюэль. Он нежный, вкусный и он мне нравится. И масса 450 грамм. И последний ингредиент, который нам необходим, это, конечно же, майонез. У меня сегодня вот такой мечта хозяйки провансаль. Покупала я его по акции. Большая пачка. В общем, сегодня буду готовить с ним. И обязательно я в конце приготовления, когда перемешаю все ингредиенты, буду перчить черным перцем молотым. Мне так тоже нравится. Для любителей сыра также вы можете взять мягкий сливочный сыр, мягких сортов, и потереть на крупной терке. Но салат и так достаточно сытный. Много белковых продуктов содержится. Поэтому, в принципе, можно и без сыра обойтись. Салат будет более таким нежным. И легким его, конечно, нельзя назвать. Но по вкусу он будет более нежным. Такой салат очень хорошо кушать спортсменам. Для тех, кто ходит в зал, занимается фитнесом, наращивает мышечную массу. И для людей, которые активно работают физически. Вот. И сейчас давайте я соединю все ингредиенты и покажу вам, что у меня получилось. Итак, я соединила все ингредиенты. И вот такой аппетитный салат у меня получился. Осталось только добавить майонез, и все будет готово. Я люблю морепродукты, кальмары в том числе. Но предпочитаю салат с кальмаром готовить именно не с рисом, не как-то еще, а вот с горошком, жареным луком и яйцом. Надеюсь, что рецепт понравится. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok